ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ Есть подразделения, которые осуществляют помощь гражданам и в кабинетах. Это регистрационное отделение, экзаменационное отделение, разбор ДТП, принятие решений по протоколам, которые были вынесены инспекторами принесения службы на дорогах, а также службы технического надзора и дорожного надзора. Коллектив Ленинской госавтоинспекции, сколько это человек, полностью ли он окомплектован, исправляетесь ли с объемом работ? Да, конечно, у нас коллектив меняется, укомплектованность у нас полная, но в связи с тем, что большой прирост жителей, большой прирост транспортных средств, транзитных транспортных средств, хотелось бы, конечно, штата чуть побольше иметь, чтобы обхватить всех граждан наших, которые проживают и которые передвигаются по территории. Большую работу госавтоинспекция проводит в части пропаганды, в частности, мы регулярно снимаем рейды, это только малая часть вашей работы, расскажите, пожалуйста, подробнее, какие проводятся, сколько? Ну да, пропаганда – это основной вид деятельности, мы не только предупреждаем своим нахождением на дороге, но еще информируем и обучаем участников дорожного движения, начиная от детского возраста, заканчивая взрослыми, правильному поведению на дорогах. Сейчас вот у нас большой пик – это средства индивидуальной мобильности, самокаты, электрические самокаты, скутеры, велосипеды, все, на чем передвигаются как взрослые, так и дети в летний период времени. Насколько успешна эта работа, приносит ли она плоды по пропаганде? Ну, информированность участников дорожного движения, конечно, приносит большие плоды, то есть некоторые для себя узнают новые правила, то есть поведение, как им следует двигаться по проезжей части, если нету там тротуаров. Конечно, мы стараемся, прежде всего, снизить аварийность, а только после этого уже привлечь к ответственности каких-либо нарушителей. Большая работа, в том числе и с детьми, проводится регулярно и в школьное время, и в детских садах. Вот сейчас работают в Ленинском округе детские дневные лагеря. Знаю, что вы тоже там проводите уроки. Расскажите, пожалуйста. Да, в учебный период мы посещали школы и детские сады. Наши сотрудники осуществляли там пропаганду общения с детьми, о том, как они должны передвигаться внутри автомобиля, на улице, во время игры. Сейчас каникулярный период, как вы уже отметили, работают лагеря дневного пребывания. Наши сотрудники на постоянной основе туда приходят и также проводят беседы, общения в игровой форме, познавательные для детишек, чтобы им было понятно, удобно и интересно, прежде всего, получать те знания, которые передает инспектор госавтоинспекции. Анатолий Васильевич, поздравьте ваших коллег, свой коллектив с праздником. Хочу обратиться ко всем сотрудникам, ко всем ветеранам госавтоинспекции, кто проходил службу, кто несет сейчас службу в это нелегкое время. Всем пожелать здоровья, в первую очередь, терпения, здоровья близким, здоровья близким. Ну и удача в службе. Спасибо большое, что пришли. А я напомню, что сегодня у нас в гостях начальник госавтоинспекции по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин.